Бережко Ситуации для атаки Тетюхина я пока, похоже, этого матча не видел. Постоянно какие-то затруднения. Вот сейчас не оценил Гранкин, что игрок из предыдущего эпизода толком не успел оттянуться. И с места атака она, в общем-то, много шансов на успех не имеет. И тут же эйс в исполнении Андрея Жекова. 2-0. Очень все похоже на то, как начиналась первая парка. Хорошая, конечно, подача вышла у Жекова. Но от этого нам не легче. Опять, опять Максиму Михайлову с трудом этот мяч приходится выгребать. Прошел обманный удар. В данном случае болгары не оценили ситуацию. Там спокойно, даже блокирующие могли себя страховать. 2-1. Еще раз смотрим. Видите, да, но немножко не там. Должен был, наверное, стрелиться Максим Михайлов с мячом. А вот Матей Козинский. Посмотрите, отведенный мяч. Из какой высоты он его как круто выкручивает со второго по второму. Атаковал, отталкивался практически с трех метров и обыгрывает наш блок. 3-1. Еще одна ошибка. Ну, вы знаете, замены напрашиваются. Честно говоря, такое бездействие Даниэля Баньоли в данной ситуации несколько удивляет. Понятно, безграничная вера в стартовых игроков. Это нормально для спорта. Но все-таки надо попытаться команде помочь как-то изменить эту ситуацию. Если самим не получается. В конце концов, встряхнуть существует масса способов. Надеется, что так все оно само сложится, как случилось с французами вчера в третьей партии, когда действительно на характере наши сыграли. Сегодня такой мотивации может не быть. Я уже объяснял почему. Сложно ее очень искать. В давно проверенных маршрутах. Ну вот. Надо бороться, конечно. Сейчас хороший эпизод. Наконец-то и блок отработал, и постраховка. Контр-атака полноценная абсолютно получилась. Вот побольше бы таких моментов. И вот Николов никак не может приспособиться к его атакам. Да, он, конечно, разнообразный игрок. И в линию крутит, вот как сейчас. И в ход, и на разрыв атакует очень быстро. Ну, на то он и классный нападающий. И к этому надо было быть готовым. Ну, по персоналию немножко, по первой партии. Самый результативный Юрий Бережкоис, находящийся на площадке вообще волейболистов. Он набрал 7 очков. Из них 6 в атаке. Принимали наши очень неплохо, если верить той статистике, которую нам здесь приносят. Хотя, честно говоря, у меня на 82% позитивного приема впечатление не сложилось. Будем откровенны. Ну, так или иначе, это лучшая цифра, чем у Болгар. Так, сколько статистику ведут одни и те же люди. Можно хотя бы в сравнительных цифрах говорить. Вот у нас на 20% был лучший прием. Пусть это так звучит. Что касается соперников, у них Владимир Николов. 6 очков. Ну, и на блоке Болгары получше работали. Это мы видели и без всякой статистики. Но по одной партии все-таки какие-то глобальные выводы делать пока рановато. 6-4. Кутухин ошибается. Не получается все-таки до конца нащупать ему свою игру. Но мы видели, с какими трудностями он сталкивается в каждой своей атаке. Николай еще, видите, как и везет в болгарской команде. Такой замысловатый получился рикошет от сетки. По сути, это неорганизованная атака была. Выбили ближнему. Там под тройной блок, отведенный мяч. Ничего сделать тут особого было нельзя. Пытался Максим Михайлов не сильно атаковать, чтобы отыгрались. Подстраховали его, помогли. Нет, ничего этого не было. 8-4. Двойное, двукратное превосходство сборной Болгарии на старте второй партии. Ничего абсолютно не меняется. И нам остается только ждать, когда это все начнет происходить. И что послужит этому катализатору. Верить в то, что матч за третье место все-таки из трех партий всегда играется. Вот сейчас хотелось бы меньше всего. А это вот Владимир Николов. Смотрите. И вправо, и влево от блока уходит. И в разрыв. Все не очень разнообразно атакует. Настрой у соперников блестящий. Я уже говорил, стимул огромный. 26 лет без медалей европейского первенства. Для наших это будни все-таки. Кто ни в коей мере не оправдывает то, что мы сейчас наблюдаем. Стане нашей команды. Николов. Ой-ой-ой, да. Ну, Сергей Грантин сегодня. Честно говоря, удивляет и удивляет бездействие в Баньоле. Повторюсь еще раз. Может быть, звучит это излишне жестко. Вот двойная замена. Наконец-то. Надеюсь, что это не на три номера, а более серьезные попытки изменить игру. Потому что ни Михайлов, ни Грантин пока сегодня своей игры не показывали в данный момент. У Михайлов было, кстати, по первой партии три атаки из десяти. Всего 30 процентов. Немногим лучше и сейчас во втором сете. Николай. Ошибается. Вот. Может быть, появление Вадима Хамутских и психологическое воздействие на соперника какой-то окажет. Пока что 9-5. Далековато. В смысле, будем еще и не будем подавать. Как догонять тогда? Конечно, сейчас должен Сергей Тикюхин немножко воспрянуть с появлением своего многолетнего партнера. Но разберется. Вадим как раз из тех игроков, который способен разобраться по-хозяйски в любой ситуации. Хорошо, пока работает блок, с чего-то надо начинать. Алексей Казаков вправо. 10-6. И Семен Полтавский. Смотрю, вот сейчас как раз подает Полтавский. Если бы это была двойная замена именно на линию, должно было уже начинаться обратное. Поскольку Вадик остается в игре, значит, все-таки попытка с помощью этих игроков изменить ситуацию. Блок вновь работает. Вновь Алексей Казаков вместе с Бережко. 10-7. Вот так потихоньку-потихоньку задергает соперник. И я думаю, сейчас еще и первый темп мы в исполнении сборной России увидим совсем в других пропорциях. И полегче краям станет. Полтавский почему-то совсем простую какую-то подачу пытался исполнить. Но, короче, вы знаете, не было это похоже. То ли подбросил плохо, просто перебивал. И то этого не получилось. 11-7. Играть еще в этой партии предостаточно. Можно, можно, можно пытаться догнать соперника. Хорошо, Тетюхин выходит под этот мяч. Полтавский. Здорово все. Вот зашевелились немножко наши. Пусть это пока не сильно отражается. И в результате настроение стало повеселее. Сейчас линия такая уникальная, своеобразная. Но у нас впереди Вадим Хомуцкий, Сергей Тетюхин, Алексей Казаков. Два игрока по 34 года и 40 лет уже Вадиму. Будет вскоре. Опыт колоссальный. Ну, на блоке, конечно, ему сложновато. Один в один с Казийским. Этим, конечно, придется поступить. Поэтому надо усложнять собственную подачу. Вот то, что сейчас исполнил Юрий Бережко, это на радость болгарской публике. Ошибается Жеков. Сейчас какой-то момент равной игры. И надо добавлять возможности. Для этого все-таки есть у нашей команды. Казийского подачи. Вновь он остается на одном блоке. И обыгрывает Сергея Тетюхина. Но, может быть, сейчас Казийскому побольше внимания надо уделять. Два игрока, впрочем, на заднюю линию. Сложно, конечно, увидеть. Высоту атаки этого игрока не в чем упрекнуть. У каждого есть свои возможности физические. От блока мяч, к сожалению, вновь летит за. И вот те же самые пять очков, при которых началась замена, восстановились, к сожалению. И дай мало вперед Даниэль Баньоли. Надо сейчас, наверное, успокоиться, произвести. Все-таки какую-то еще корректировку. Надо бороться. Показывает нам много болгарского президента. Но, в принципе, все это хорошо. Нам, конечно, важно, чтобы наши игроки соответствовали уровню сегодняшнего матча. Понятно, что тяжелейший психологический удар пропущен в матче накануне. И вообще, где искать мотивацию после такого поражения? Невероятно, это сложно. Не менее, надо стараться. Кто возвращает Михаила в грант? Вот так вот. Такое решение Даниэль Баньоли. Удивился Вадим Хомуцких, по-моему, этому. Посмотрим. Может быть, немножко посидели со стороны, посмотрели за игрой. Ну, а что ж, Баньоли ожидал, что выйдут два человека и чудо совершат сразу, когда команда пока не играет. Посмотрим. Опять же, не удается с первой попытки Михайлова забить их после его возвращения. Что сейчас? Все вы видите прекрасно. 15-9. Разрыв в пользу сборной Болгарии растет. Ну, и потому как бьются соперники, вы посмотрите на Андрея Жекова, в этом заметном повторе, сколько эмоций, сколько вот даже лежа на полу желания не выключаться из игры, биться и партнеры подстать. 15-9. Удается Тентюхину пройти, там еще и касание сетки было у Владимира Никола, насколько я понимаю. 15-10. Здорово. Сейчас Гранкин на блоке отработал. Наконец-то один в один хоть кого-то удалось прихватить. В данном случае Тодор Алексеева. Ну, может быть, не самый сильный в этой бригаде игрок болгарской команды. Но очень перспективный игрок. И будет, кстати, в следующем сезоне, я уже говорил, выступать Екатеринбург. Из Владимировича Заврод. Так что будет возможность оценить его достоинство более предметно, что ли, у наших любителей волейбола. В данном эпизоде его переиграли. Хорошая подача у Максима Михайлова получается. Ну, вот 15-12. Попытка какая-то погоня. Вновь нашли, во-первых, Маттея Козийского. Во-вторых, даже не будь там Козийский, сложно такой мяч принять. Больно хороша подача была у Максима Михайла. И вот Сильвана Пранди едва ли не первый свой перерыв берет в этом матче. И особой нужды до этого вмешиваться в игру у него не было. Все, у команды получалось самым прекрасным образом от самого начала поединка. Постоянно у Болгарии есть 2-3 очка форы. Это в худшем случае. И они умело этим пока пользуются. Встречаемся мы с этой командой достаточно часто. Хорошо изучим соперник. Естественно, это и касается и обратной ситуации. К тому же помощник Пранди Камила Плачи. Его клубный ассистент многолетний. Прошлый сезон провел в сборной России. Помогал Владимиру Олегу во время Олимпийских игр мировой лиги. Так что возможности россиян хорошо изучены этим тренером. Что, наверное, тоже подспорье немалое. Вот, хорошая подача. Но внимательно сейчас. Молодец, Верух. Не рванул за блок. Вроде такой соблазн был. Ясно было, что Николов попробует обманывать. Но вот закончилось тем, что Николов на блоке свое взял. 16-12. Тайм-аут теперь уже технический. Опять низко. Да, вот по этой повтору мы видим хорошо. Ну куда там Тетюхин? Время минимум. Просто толкнуть в ходовое направление. Единственный для него вариант здесь был. Даже как следует и кистью сработать было сложно. 16-12. Так, пока, конечно, не очень здорово все у нас на позиции слезующего. Нет стабильной игры у Сергея Гранкина. Да, все все время думают о будущем. Понимают, что ну столько 40 лет Вадима Хумовский. Сколько еще можно на него рассчитывать? Ждем прогресса от других молодых игроков этого амплуа. Благо их предостаточно. Вопрос, кто выстрелит, кто реализует свой шанс. Пока он остается открытым. По крайней мере по этому сезону это однозначно. Сейчас в том году казалось, что Гранкин более высокий уровень стабильности может выдерживать. В этом году сложно попал в ситуацию, оставшись однозначно первым номером. С трудом справляется с этой ношей все-таки. На это надо время, чтобы так тщательно психологически в ней утвердиться. Еще, конечно, не факт, что это получится. Такая с психологией, вроде бы, у этого игрока все в полном порядке. 17-12. Не доходит до пола у нас и первый темп. Но все-таки это очко мы выиграем. 17-13. Пока не удается по большому счету подобраться к сопернику. Эпизодами, эпизодами, но нет цельной картины. На том, Болгарию, знаете, на настоящем взводе. Тут и запасные игроки, и на скамейке. Эмоциональные разговоры идут. Чувствую, что можно сегодня выигрывать. И часто мы такое, в общем-то, сопернику позволяли. Опять же, возвращаясь к этому сезону. Был один матч, когда болгары нас начисто переиграли. Это было в Хабаровске. Но, с другой стороны, мы трижды выигрывали. Не менее убедительно. В том числе и два раза в армии. Так что, как обыгрывать этого соперника, знает прекрасно сборная России. Осталось это применить на практике, найти мотивацию. Без эмоций это будет сделать невероятно трудно. Вот и Тодор Алексеев разбирается с нашим главным блоком. Посмотрите, да, эти эмоции. Эти лица решимые. Решимости полны. Ждем, когда это появится у наших ребят. Ну, не день сегодня Максиму Михайлову. Честно говоря, вот эта обратная двойная замена. Она может быть объяснима теоретически, если взять психологически сегодняшнюю ситуацию. Выглядит она неуместной. Абсолютно. 19-14. Нет, вы знаете, Максим, наверное, немножко даже и подломался накануне, когда в концовке на одном блоке не забил. Вот тот мяч, когда можно еще было получить матч-болл сборной России при равном счете. Попал в одинокий блок. Не помню, что-то не Базен там блокировал. Может быть, Антонин Рузье это был. Но это не важно. По-любому это удар. И, может быть, какое-то время, чтобы от него оправиться. Ну, дождались мы ошибки от Христа Цветанова. Болгары сегодня очень рачительно каждому эпизоду подходят. 19-16. И первого темпа мало. И то, что Жеков плохо играет с центральными, это тоже не секрет. И это можно и получается иногда использовать. Сегодня как-то ярко это не проявляется. Не так много пасует он с центральными. Исправляются вот эти люди. Николай, Сказийский, посмотрите. Просто бомбордируют могучими ударами. Причем с таких сложных мячей. С трех метров, ну, с задней линии, понятно. Но чисто попадает мимо блок. Блок, который, ну, нельзя сказать, что он был разорван. И было время оценить ситуацию. Правильно его поставить. Хотя бы цеплять-то мы должны эти мячи. Вот сейчас ситуация, когда на одном блоке Юрий Бережко остается. Одна из немногих. 20-17. Россиянин сегодня первый танк тоже использует. Не очень эффективно. Будем объективны. Вот опять же не добивает Цветанов. Это шанс Бережко. Здорово. 20-18. В атаке Бережко. Я говорил, по первой партии был лучшим в нашей команде. Наверное, эта картина сильно не изменилась у второй. По стабильной Юрии, что касается нападения. Болгары, похоже, замену готовят. Гайдарский поменяет Цветанова. Вот эти две ошибки в атаке большую цену имеют. А Юрий Бережко вплотную подтягивает сборную России к сопернику. И мною анонсированная замена сборной Болгарии происходит. Не торопится Болгары ее производить. Так, нарочито медленно все делают. Пытаются сбить темп. 20-19 подтянулась сборной России. Вот эта попытка поиграть первым темпом у соперника, видите, к чему привела. А вот Скороев там все в полном порядке. Вновь высокий мяч для Матея Козийский. Который настроен сыграть, наверное, лучшую игру на этом турнире. И хотя сравнивать сложно. У Болгара были просто блестящие матчи вначале против сербов, итальянцев. Вот сегодня они вновь хороши. Потом казалось, что немножко форма ушла. Нет. Все это вопрос о психологии. Наконец-то Алексей Казаков первым темпом забивает. 21-20. И вот от этой концовки будет очень много зависеть в этом матче. Сможем сделать еще шажок. Сможем заставить себя. А вот и первый темп. Наверное, неожиданно, что сейчас решится на этой Андрея Жеков. Тем не менее, что сыграно, то сыграно. 22-20. Йосифов атаки был. Здорово. Сейчас все хорошо. И Максим Михайлов надежно сыграл. Держимся. Держимся в этой концовке. Но надо где-то найти эпизод, где-то очко отыграть. Болгары могут такого шанса не дать. Вот замена, которая может быть неожиданно выглядит. Денис Биряков вместо Сергея Тетюхина. Ну, Биряков на блоке, наверное, должен посильнее быть. Помочь. Вот сейчас на высоком мяче там Матай Казийский за головой будет атаковать. Это Болгар во второй зоне. И, наверное, туда именно Биряков и должен выйти. Он, в принципе, на блоке неплох. Неплох. Игрок молодой. Может быть, опыта не так много. Но должен помочь. Ну, там через Волкова атаковали Болгары опять первым темпом. Прием был неудачный. Жекова не оставалось ничего другого. И Волков отработал прекрасно. 22-22. И второй перерыв Сильвана Пранди. Вот, видимо, еще раз повтор. Там даже так немножко и на задержку было мяча похоже. Хотя в заметном повторе вот эту ошибку оценивать надо очень-очень осторожно. Ну, что, полегче стало. Не знаю, удастся ли выиграть эту партию. По крайней мере, в какой-то момент справились мы с соперником. Помог невольно Андрей Жеков. Вот немножко усердствует в центре сетки. Больше обычного там стал пасовать. А индивидуально наши все-таки получше, наверное, центральные блокирующие. Болгар. Главные персоналии это все-таки игроки, нападающие с края. Сетки Николов, Козийский. Логично было бы через них концовку сыграть. Сейчас, наверное, так и будет. И я думаю, что наши к этому должны быть готовы. Сейчас та самая расстановка, когда и тот, и другой на передней линии находятся. Нет приема. Ну и сейчас Жеков сделал то, что не получилось в предыдущем случае. Идеальную передачу. И Иосиф ему отдал. Наши действительно не поверили, что еще будет в центре атака. Но опять же, повторюсь, вот это было вынуждено тоже. Теперь уже Данииле Банёли свой берет второй перерыв. Понимаю, что на подаче не кто-нибудь, а Матей Козийский. Игрок, который... Может быть, Иосифа у него немного на этом турнире, но который всегда на него способен. Сейчас Николов активен в тайм-ауте. Ну, может быть, он и получше наставника понимает, поскольку не только много лет играл в Италии, непосредственно в прошлом сезоне Владимир Николов играл в Кунио. Как раз под руководством вот этой пары Сильвана Пранди, Камила Плачи. Так что прекрасно он все понимает. И полное у них взаимопонимание. И Пранди знает слабые и сильные стороны своего капитана. Это очень важно. Может быть, не всегда это достается нашей команде. Хотя Баньоли, вы тоже знаете, в клубе работал со многими игроками. Здесь представителей «Динамо» предостаточно. Вот сейчас на площадке, в частности, и Волков, и Гранкин. Ну, а Денис Бирюков, обратите внимание, остался у сетки. То есть это не на один блок была замена. Сейчас просто усилить переднюю линию очень захотелось. Именно что касается блока Даниэля Баньоли. Блок-то был защитник, к сожалению. Не среагировал Максим Михайлович на этот мяч. Сложная была атака. И могли мы, наверное, на большее рассчитывать. Вот по этому приему неудачному Матея Козийский с Алексеевым. Наверное, троем надо как-то справляться. Останется мяч в обере. Еще придется потрудиться. Бирюков. Вот, наверное, отсутствие опытного игрока в концовке. Доверять 25-й мяч не всегда это логично, да? Согласитесь, что с молодого игрока требует. Ну, добились мы своего в этом эпизоде. Доиграли его все-таки до конца. И атаковал Максим Михайлов, насколько я понимаю. Здорово сейчас в нашей команде. Да, так оно и есть. Очень динамично, быстро. Не всегда удается уследить. 24-24. Очень важный сет. Денис Бирюков на подаче. Да, собственно, как вы понимаете, опыт – вещь, которая приходит с годами. Да, хочется рискнуть. При этом не сказать, что подача очень изугрожающе выглядела, но еще и ошибка. Николов. Вот тут надо быть внимательным. Николов по принципу панели пропал, подает в таких ситуациях не задумываясь. И выигрывает для своей партии второй сет. То же самое, как это сделал Кильом Самика в пятой партии накануне. У невольной я вспомнил этот момент. Продолжение следует...